Субтитры создавал DimaTorzok А вы Крым? Крым это наше. Мы не поизбираемся. Российские пропагандисты снова пробивают дно в отчаянных поисках бредовых подтверждений путинского «Крым наша». И никто не имел права в 1991 году определять, что Крым переходит к Украине. Это русская земля на все времена. Крым это Украина. Тем не менее, кремлевская пропаганда не остановится ни перед чем, чтобы поддержать ложное заявление, что Крым изменил свой юридический статус вследствие его оккупации России в 2014 году. Сегодня произошло событие, которого не было уже больше полувека. Впервые за многие десятилетия расширяется территория России. В Кремле подписали договор о вхождении Крыма в состав нашей страны. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. За высказалось подавляющее большинство, свыше 95%. На полуострове состоялся референдум, на котором более 90% крымчан высказались за вхождение республики в состав Российской Федерации. На референдуме в Крыму проголосовали 96% жителей. Желающих присоединиться к России 75% от общего состава населения. Если бы в ближайшее воскресенье был референдум, 89% крымчан проголосовали бы за воссоединение с Россией. Почти 90% жителей полуострова снова проголосовали бы за воссоединение с Россией. За присоединение Крыма к России 93% против 7. Игнорировать такой результат аморально. Больше 95% избирателей проголосовало за воссоединение. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Мы идем домой! Крым в России! Ура, товарищи! Эта жажда признания заставляет прокремлевские СМИ снова и снова публиковать монотонный поток вариаций на заезженную тему. Кто-то где-то что-то сказал в подтверждении официального заявления России, что Крым наш. Ранее несколько прокремлевских СМИ распространили материалы о том, что украинцы, живущие за пределами Украины, осуждают санкции против Крыма. На самом же деле люди, о которых писали, были из числа 15 участников круглого стола, организованного российскими оккупационными властями в Крыму. Телеканал «Россия-1» вещает о том, что Крым был передан Украине, Россией в 1980-х и 1990-х годах. На самом же деле Крым вошел в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году как часть исполнения юридических обязательств СССР. А в 1990-х Россия подписала договор с Украиной, в котором подтвердила признание территориальной целостности и суверенности Украины. Сегодня у нас есть реальная возможность открыть совершенно новую страницу своих взаимоотношений. Надо сделать этот шаг во благо украинцев и россиян во имя просветания суверенной Украины и суверенной России. Спасибо. Россия нарушила этот договор в 2014 году. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Совет Федерального собрания Российской Федерации постановляет первое дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Кто за то, чтобы принять это постановление в целом в редакции, предложенной двумя комитетами, прошу голосовать. Идет голосование. Решение принято единогласно. А тут народ говорит, мы вернемся в Россию. Поэтому дурацкие слова «экспансия», «захват» – это возвращение. Воссоединение. Russia Today, стыдливо сейчас называемая RT, на арабском продвигает старый, но не ставший от этого правдивым нарратив о том, что российская аннексия была результатом волеизъявления населения. Как известно, аннексия стала возможной отнюдь не благодаря так называемому референдуму, проведенному в спешке и под дулами автоматов, при запрете въезда на полуостров независимых наблюдателей, а путем российского военного вторжения. Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не вперед, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Виктор Шмыгановский почти 20 лет прослужил в Крыму. В 2014 году был замполитом военной части в Новоозерном. Вот он на архивных кадрах. Вспоминает, как после так называемого референдума под его часть пришли гражданские, а среди толпы стояли вооруженные военные без опознавательных знаков. Все так и произошло. Один к одному. Впереди стояли гражданские. За их спинами, вперемешку с ними, стояла невооруженная самооборона. А уж в самом конце за ними, так сказать, третья линия. Это были зеленые человечки. Блокировка и захват были хорошо организованы. Толпа быстро делает живой коридор, въезжает трактор и валит ворота. Затем на территорию забегают зеленые человечки и командование Черноморского флота России. Капитан второго ранга Филипенко, который тогда исполнял обязанности командира части, жмет руку российским офицерам. Он же первый из части и отрекся от присяги. Далее украинские военные больше не оказывают сопротивления. А организаторы блокировки благодарят гражданских за оказанную помощь в спецоперации. Можно попросить любви? Да, принято. Поблагодарить. Покинули территорию. Обстановка под контролем. Большое спасибо за помощь. Случай в Новоозерном – это классическая демонстрация так называемого живого щита и военные преступления, считают правозащитники из Хельсинского союза и регионального центра прав человека. Для того, чтобы квалифицировать это как преступление, не обязательно было физически перемещать население. Достаточно использования его местонахождения. В соответствии с пунктом 8 статьи Римского устава, речь идет о том, что преступлением является даже случай, когда исполнитель этого преступления использовал местонахождение гражданских для осуществления определенных военных операций. Именно благодаря гражданским российские военные и захватили стратегические объекты. Ведь по тому же Римскому уставу, если бы украинские военные открыли огонь по гражданским, даже при наличии среди них вооруженных групп преступниками, стали бы уже сами вооруженные силы Украины. У них было все четко рассчитано, что мы будем придерживаться законодательства, а они не будут. Практически все военные части блокировали по схожему сценарию. К воротам организованно приходили люди в штатском, затем подвозили громкоговорящую аппаратуру, подтягивались казаки и так называемая самооборона. И уже в последнюю очередь появлялись зеленые человечки. В этом счету находились люди, которые были инфицированы русской весной. Для них это получилось. Это действительно тот психологический барьер, открытие огня по гражданскому человеку, который совершенно отличается от психологического барьера, открытие огня по противнику, который находится напротив тебя. Арти на французском присоединился к хору, утверждая, что президент Макрон якобы в курсе, что вопрос с Крымом окончательно решен. Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. И так же, как и наши партнеры в ЕС, мы не будем признавать аннексию Крыма. Существует множество подобных случаев манипулирования для поддержки геополитических авантюр Кремля. Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением народа, гласит заголовок из РИА Новости. Автор же этого заявления. Активист НКО и частное лицо, а не официальный представитель США, как утверждается в заголовке. Немецкие СМИ сообщили о ренессансе российского Крыма. Заявили РИА Новости в другом своем материале. Но это было всего лишь одно СМИ, и просуществовало оно только два месяца. Коренные жители европейских стран спасаются в России от агрессивного сексуального образования, диктатуры гомосексуализма и ювенальной юстиции, пишет издание Life.ru. Русские люди, которые стеснялись говорить, что они когда-то вышли замуж, уехали, эмигрировали из России, стонут на Западе и вышли на улицу. Почему люди вышли на улицу? Потому что обычных традиционных родителей стали сажать за решетку. За что в Германии введен обязательный секс-просвет детей. С шести лет в школе приходят разные гей-пропагандисты и прочие садомиты с коробками, мешками наглядного материала и за закрытыми дверями просвещают наших детей. Традиционных детей. Детей, мужчин и женщин. Дело в том, что уже на Западе запрещено быть просто традиционным мужчиной и женщиной. Если ты не садомит, у тебя не будет работы. Люди в программе «Время» дают интервью, наши боятся показывать. Говорят, я нормальный мужчина, но я не могу получить работу на Западе, если я не скажу, что я такой же, как они. Что такое педосексуализм этот? Это разновидность гомосексуализма, сказали канадские депутаты. И теперь весь мир уже два года ездит в Канаду. Почему? Они едут туда на педотуризм. Это все там теперь легально. А половина другой Европы, о которой мы уже не знаем, что думать, ездит в Германию, в Данию на зоутуризм. И эти люди бродят там по соуборделям, которые тоже почти легальны. Представляете, кошмар. В то же время критика официальной трактовки событий 2014 года в Крыму подвергается цензуре. Следовательно, недавний всплеск пропаганды о Крыме полностью соответствует ранее опубликованным материалам. Вопрос в том, укрепляет ли такое постоянное повторение веру российской аудитории в этот маразм. Или приводит к тому, что они начинают сомневаться в том, что им говорят. Недавний опрос в России показал, что доверие контролируемым и щедро финансируемым властями СМИ существенно пошел на спад. А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения. Продолжение следует...